Вместе и в радости, и в горе. Он командир батареи, она фельдшер в его подразделении. Супруги Андрей и Татьяна вместе служат на передовой на юге Украины. Пара познакомилась почти три года назад во время службы в АТО на востоке Донбасса. Как любовь побеждает войну? Смотрим. У линии фронта на юге Украины 35-летний Андрей Долгополов. И его батарея с градами выслеживают вражеские цели и поражают их. В это время его жена Татьяна Долгополова уже готовит кофе на переносной плите, чтобы солдаты перекусили. Первая наша встреча, она и была первым нашим свиданием. Понравились друг другу сразу. Сразу откликнулось где-то в сердечках. Это случилось почти три года назад. Тогда молодые люди принимали участие в АТО, противостояли российской агрессии на Донбассе. С тех пор они не расстаются. Самое главное, что люди друг друга не ревнуют, что нет ревности. А любовь, конечно, наполняет сердце. Любовь к жене и любовь к этим машинам. С того времени Андрей и Татьяна всегда рядом. Хотя мужчине и хотелось бы отправить супругу в безопасное место. Мой муж действительно переживает за личный состав и за меня отдельно переживает. Но он знает, что если что-то может случиться, то нужна первая медицинская помощь. Я понимаю, что он переживает. Я переживаю за него. Но медик нужен. И мне как-то спокойнее, потому что я вижу, что как происходит. И в разных ситуациях мы знаем, как себя вести. Оба соглашаются, что так спокойнее, когда во время бомбардировки они знают, где находится другой. С 2014 года много жен, например, пошли со своими мужьями военнослужащими. Много детей пошли за родителями. Есть даже случаи, когда родители шли служить там, где служат их дети, чтобы быть рядом и защищать их. Герои рассказывают, что знают три пары, которые воюют. С начала полномасштабного вторжения, наверное, из каждой украинской семьи хотя бы один человек сейчас воюет на фронте. Поэтому конкретные цифры сказать не могу, сколько родни воюют. Но точно, наверное, больше 90% всех солдат имеют родственников в армии. Это брат, отец, муж, сестра, жена, которые тоже воюют рядом с ними. Военные коротко добавляют – любовь точно победит войну.